Дома культуры Андрей, расскажите, что за образ у вас такой? Ну, на самом деле история этого образа, она достаточно простая. Я просил всех мастеров сегодня прийти в новогодних костюмах с какими-то украшениями, что все-таки фестиваль новогодний. И сказал, что если больше половины мастеров придет в каких-то новогодних костюмах, я одену костюм розового зайца. Свой костюм Андрей специально подбирал под фестиваль и заранее заказал. По его словам, зайц приехал к нему издалека. Стоит отметить, что это необычный костюм. Ушки, они волшебные. Если это ушко потереть, сбудется новогоднее желание. Но только в новогоднюю ночь оно сбудется. А еще у меня есть хвостик. За него дети любят дергать, любят за хвостик очень. Не знаю почему. А еще мне говорят, что я свинка, потому что у меня вот такие вот тапочки, видя свинок. На самом деле это просто такой образ, потому что у нас будет год свиньи. И вот свинки у меня на ногах, как вот такой символ года. Фестиваль удивительных вещей в Пушкино стал традиционным мероприятием. Проводится он уже в четвертый раз. В этом году, по словам организаторов, пришло больше всего людей. Такого ажиотажа еще не было. Нововведением на фестивале стало появление его участников в различных костюмах. В целом на мероприятии стараются придерживаться уже закрепившихся традиций. Самое главное – это мастера, которые приходят показать свое творчество и свои работы. Второй раз провели самый большой розыгрыш в онлайне, в интернете. Тоже было очень много призов. За ними приходят сюда сегодня на фестиваль. У нас сегодня две лотереи состоится. Вот сейчас она уже будет через буквально минут пять. Для этого нужно было что-то приобрести у мастеров. И, соответственно, мы будем среди тех, кто что-то приобрел, разыгрывать еще дополнительные призы. Очень много ценных призов действительно. То есть это не какие-то там из дешевого магазина какие-то пластмассовые вещи, а действительно вещи ручной работы. И от партнеров тоже много разных приятных сюрпризов и сертификатов на услуги. В фестивале удивительных вещей принимают участие около 30 мастеров. По словам организаторов, это максимальное количество, которое может вместиться в фойе Дома культуры, учитывая, что здесь еще выделены места для фотозон и мастер-классов. Некоторым участникам даже приходится делить один стол на двоих. Однако стоит отметить, что хуже от этого фестиваль не становится. Мы готовим сладости, ручной работы домашней, а также изделия из разных декоративных элементов. А вот о елочках, скажите, что это? Ну, елочки, например, вот такие вот они на ножках, елочки из сизали, очень пользуются популярностью, как креативный такой необычный подарок. Есть такие вот елочки из ниток. Вы сами делаете, да? Да, да, сами делаем. Елочка из ниток, юбочка. То есть это креативный, необычный подарок. Ну, мы же любим удивлять, да? У нас все-таки фестиваль удивительных вещей. А вот с конфетами вот это что такое? С конфетами это печенье в баночках. То есть здесь все написано, да, что это печенье декорировано конфетами и другими элементами. То есть тоже как подарок берут учителям, там, детям и так далее. То есть вы все это вместе с мужем делаете, да? Ну, он посуду просто моет, когда я делаю сладости. Это уже неотъемлемая часть всего этого процесса. А фестивали первый раз примет? Да, первый раз, да, очень так это волнительно. Не знаешь, как себя там вести и так далее. Не, ну, интересно, люди подходят, ну, живое общение. Я вяжу плюшевые игрушки и участвую в фестивале в первый раз. Вот, раньше я вязала игрушки для своего ребенка и решила попробовать поучаствовать. А расскажите, что это за игрушки, в какой технике они выполнены? Это техника амигуруми. И игрушки вяжутся к речку из плюшевой пряжи Dolphin Baby. И средние, большие, маленькие, на любой вкус и цвет. А какие тут самые интересные? Ой, ну, самая моя любимая игрушка это вот олень. А почему она самая любимая? Потому что она самая большая. А у меня имбирные пряники делаются на медовом тесте. Не жженый сахар, а мед. Поэтому они рассыпчатые, со специями, с имбирем, с корицей. И долго сохраняют свой аромат. А какие у вас тут пряники есть? Они же вот все разные, то есть расскажите. Есть наборы. Есть такой набор, который можно самим взять и расписать дома. В домашних условиях глазурь делается легко. В общем, проблем не возникнет. Но мне по душе больше вот такие пряники. С символом года. Очень красивый. И всем очень нравится. Стильный такой. А вон та елочка, она вот такая необычная. Да. Елочки тоже очень пользуются спросом. И часто ее дарят на семейные торжества в семью, чтобы все дети попробовали по прядечку. У меня представлены украшения ручной работы. В том числе авторская коллекция Бохос. Которую я, собственно говоря, недавно создала и сегодня представила на фестивале в виде показа модного. Вот девочки сами, мастера, показали мое украшение, продемонстрировали, чему я очень рада. Потому как считаю, что украшение в стиле Боха вообще подходит для повседневной носки абсолютно. А что это за стиль такой, расскажи. Стиль Боха это, собственно говоря, то, что мы привыкли считать народным стилем, да, цыганским стилем. То есть то, что вот, ну, есть под рукой, там, перья, текстиль, камни, сначала кажется, что, возможно, это хаос, да, или прям слишком аутентичные работы. Но, как показал сегодняшний показ, это можно носить как с вечерней одеждой, так и с повседневной, и в стиле casual, и в стиле милитария, с чем угодно абсолютно. А расскажите о своей коллекции, что там в ней? Ну, смотрите, у меня представлены в этой коллекции, допустим, колье, да, колье, комплекты чокера с серьгами, видите, на мой взгляд, с использованием перьев и так далее. Очень много серег в этой коллекции представленных. То есть тоже это и в морском стиле может быть, и в народном стиле, в восточном и в русском стиле, в славянском. Вот, пожалуйста, допустим, серьги в восточном стиле. Броши. То есть, в принципе, в этом стиле можно сделать все, что угодно практически. В профессии я преподаватель фортепиано, но вот не так давно занялась, несколько лет назад занялась японской флористикой. Это искусство пришло к нам из страны восходящего солнца много тысячелетий назад, и очень у нас прижилось. Здесь вот поделки всякие интересные, они сделаны из прессованной, прессованной из засушенных листьев. Листьев, лепестков, цветочков, коры. Вот здесь, например, вы видите саше. Саше можно украшать елочки. Сегодня у меня новогодняя тематика. Здесь кора присутствует, шишечки, розы. И все это очень великолепно смотрится. Я увлеклась очень этими работами. Украшения для милых дам, вот, пожалуйста. Это настоящие цветы, настоящие листья. А это картины. Картины тоже из тюльпанов, из пионов, из самых интересных ярких цветов. Это натуральная орхидея. Когда я прихожу на концерт, а хожу я туда очень часто, все обращают внимание на эту орхидею. А это для эстетов. Ну, понимаете, это тема такая. Для внучечки здесь... Ой, вылетелось. Для... Алиса в стране чудес. Алиса в стране чудес. Насколько сложно такие мелкие детали сделать? Очень сложно. Но это надо делать специальными инструментами. Вот, пожалуйста, из таких вот лепесточков все делается. Вот лепестки. Ну, и присутствуют пинцеты специальные, ножницы. Я очень люблю шить. А тут, учитывая, что есть сотрудничество с мебельной фабрикой одной, которая дает нам мебельную ткань, которая используется на диванах, я вот решила из них сделать, попробовать подушечки декоративные. Обычный квадратный показался неинтересный. Вот решила сделать такие вот совы, хранители всяких пультов и чего-то, куда можно спрятать и положить. Вот таких поросят на Новый год, куда можно тоже телефончик сунуть, который весьма теряется. Ну, и, соответственно, вот здесь все еще. Котятки такие, конечно, красивые, которыми с ручками. Как вообще идеи приходят? Ну, а как-то, когда красивую ткань видишь, думаешь, о, что же такое сделать? Думаешь, вот, наверное, киска принцесса будет или какой-нибудь там мальчик-поросенок. Вот у вас тут елочки какие-то маленькие. Да, это тоже елочки, тоже также есть ткани, которые вот можно погладить, которые не только можно посмотреть, но и потрогать. Они такие мягенькие, прикольные, вот, которые минимум каши не требуют, но, с другой стороны, они очень долговечны, наверное, и не сыплются, не колются. Вот, такие мягкие. А на фестивале впервые участвую? Да, я впервые участвую, да. В прошлом году я в марте увидела эту ярмарку, мне понравилось, и решила попробовать себя показать и увидеть. Так, вот еще тут такие совы-девочки. Совы-девочки, да? Да, 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 такие с юбочками, что-то вяжем, что-то, ну, мама с детства мне научила и вязать, и шить, поэтому вот решила тут все попробовать. И как вам фестиваль-то? Ну, интересно, конечно. Мне кажется, мне вот тут самые первые, как пришли, сразу подушечку купили. Мальчик как прижался вот так вот в подушечке, и все, я думаю, ну, как приятно. Евгения Коломис, Владимир Парфенов, Константин Кузнецов, Пушкинское телевидение.